Символический удар открыл первый турнир по футболу на Кубок Барнаульской городской думы. Все это на глазах парней и девчонок, которым исполнилось по 9-10 лет. И в любимую игру миллионов они играют исключительно в своем дворе. Дворовый футбол сколько еще при советах дал, сколько звезд. Могу одного просто сказать, Эдуард Стрельцов. Это мегазвезда. При живом ему поставили памятник. Идея проведения такого турнира родилась недавно. Многие депутаты городской думы регулярно помогают дворовому спорту, особенно футболу. Решили, а почему бы не провести большой турнир на Кубок Барнаульской думы, заявилось целых 12 команд. Нам очень нравится, что тут может заниматься любой ребенок. Он пришел, и у него есть возможность играть в футбол. У него есть возможность вот такого некого старта участвовать в этих соревнованиях. Наверное, возможно, кто-то из них потом перейдет в более, скажем так, профессиональные команды. Без преувеличения можно сказать, что именно в таких дворовых командах рождаются будущие настоящие чемпионы, которые будут представлять нашу страну на всевозможных соревнованиях международного уровня. Пока что о международных турнирах говорить рановато, нужно по полной выкладываться здесь. Парни с первых минут начали активную борьбу за мяч и в буквальном смысле выгрызали каждый участок поля. Тем самым, кто возьмет турнир, предсказать было сложно. Вы знаете, двойковой футбол, он не подсказуем. Тут, в итоге бы, и Антаркес, в итоге бы Хайтоши. Да, команда, и Локомотив, Плавыч, и Баткс, да все они лучшие. В ряду серьезных футбольных турниров прибыло. И это отметили все участники. Но, несмотря на весьма большой список дворовых команд, победа в упорной борьбе досталась лишь одной. Золотой кубок БГД по итогу у Т-54. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.